начала насыпать всем доброй ночи я уже все управился мы сегодня вообще молодцы поделали все дела что запланировали такое бывает не часто что ну как бы есть планы на на определенные на день от от ты за день не успеваешь их сделать но я вам в основном ничего не рассказываю это я думаю никому не интересно но в общем все сделали вот я собирался поменять им проилочку это я хочу сделать сейчас только я не буду то убирать и просто эту поставлю но скорее всего нужно придумать какую-нибудь досточку под нее потому что они прям высокие да да сейчас а что-нибудь придумаю все будет поудобней конечно как-то пеленка уберется будет еще удобнее потому что тогда вообще корм не будет находиться возле кормушки поилки он будет сразу проваливаться туда вниз но я все переживаю все боюсь поэтому несколько дней еще пеленка побудет вот так потому что и тут тоже постоянно полно мусора ну и тут чтобы не было вот так повыше хотя они будут залазить и ноги мыть но красавчики растут растут малыши у меня два заказа один я завтра отправлю сегодня на 200 яиц отправил на еду завтра отправлю 200 яиц на инкубацию и остался большой заказ 400 яиц на еду и там уже еще заказали 150 и тут по месту просят и по месту сегодня еще отвез одному человеку вчера отвез короче с перепелками у меня с яйцом перепелиным полный аншлаг мне это нравится красота спасибо всем большое кто заказывает если все получится то завтра опять поедем в лес и поедем пораньше потому что нормально так мы и не съездили но как вы видели есть и желтушки и рыжики появляются и сыроежки есть и маслята только белых не находили но ругаются но дерутся я имею ввиду но я и что если мы завтра немножко дольше походим то возможно и белых найдем так что все хорошо этим буквально пришел начал чистить положил поставил баночку с водой ухты как еще кусается весь в своих родственников утки конечно загадили вон весь брудер но ничего не сделаешь сейчас водичкой тоже поменяю видите как там мокро под этим потому что утки разливают все здесь еще корм есть не нужно конечно втроем они уже так сильно не это не разливают но сейчас сейчас посидят посидят и начнут плескаться конечно то что они не начинают пока купаться это меня очень радует потому что наверно нужно отодвинуть ну что сейчас начнут купаться начнут телепать головой и еще попадут на лампу и она стрельнет и будет холодно ночью хотя ночь и теплая получается этих уберу и можно будет ярус выносить мыть а потом вернуть пересадить перепелят забрать 2 тоже помыть и потом можно будет все три яруса перетянуть внутрь сарай я вам потом покажу где они будут стоять этот брудер потому что ну хоть и близится зима то все равно я пока планирую еще выводить перепелят но чуть попозже нужно сейчас со всей остальной птицей разделаться ну и с кабанами а потом уже заниматься выращиванием новой птички ну вот так а еще знаете когда я им им начал нормировать объем воды я поступил правильно как бы вы сами должны понимать что как и чего ты ругаешься я же вас покормил как и людям есть норма воды на день до так и животным то есть и эту золотую середину я ну как бы выискивал вот на протяжении нескольких дней что я вам могу сказать свинюшка стала меньше гадить это вам я серьезно говорю то есть теперь не ходили испугал теперь вот тот угол почти засох сейчас может завтра все поменяется я сейчас себя накручу и на хороший лад но я вам говорю как есть засох и вот сегодня только что вот чистил я здесь специально не закрываю чтобы она сообразила себе где вот этот мокрый угол куда нужно ходить в туалет понимаете так что вот так не переживайте за день они выпиваются больше трех литров воды на двоих это два маленьких поросенка то есть это очень большой объем воды полторы литра хватит и большой свинье на день вы чтобы понимали а это маленькие выпивает около трех а до этого лил около пяти то есть лоток вот полтора литровый я его наливал полный трижды в день и они они все выпивали или разливали только болото мне делали сейчас быстренько все выпили да пупырочка ты будешь добрая девочка будешь хорошая свиноматка или нет будешь нет и добавки никакие я так и не купил то есть они у меня сидят на обычной дробленке пшеница ячмень немножко кукурузы но теперь еще семечку добавил мне ну как бы я по ним вижу растут нормально ну и не знаю нужно ту добавку покупать или не нужно пусть и кушать натур продукта девчонки а так растут хорошо красоты ну и вот здесь как бы такой небольшой отчете как цыплята не бьются на том дворе я потрогал вот тех двух петушков как бы видно что в забу у них корм есть я их не забирал завтра еще за ними послежу и уже завтра сделаю какие-то выводы нужно их забрать оттуда или не нужно а пока а пока они там вот так эти тут спокойненько тоже ходят никто никого не обижает тут прям вообще не видел чтобы дрались прям спокойненько красота но видно что пять цыплят добавил то всегда воду вот у них два литра на день это я прихожу утром и всегда воды чуть-чуть остается я ну и вы видели всегда сполосну поилку вылью а им новой лью а сегодня и утром пришел у них воды нету и вечером только что пришел и банка пустая то есть вот два убрала ты опять добавил то есть плюс три цыпленка здесь добавилась и воды расход увеличился вот по воде увидел вроде маленькие но все равно ну там вот так же оставалось получается это вот так как раз на тех троих ну если что поставлю больше поилку это литровая есть полторушки поэтому вот эти поилки которые закручивается так что будет все нормально будет не переживайте да девки смотрите какая молодец встала в туалет туда куда надо умничка умничка не знаю вам это интересно важно или нет но мне важно чтобы она в конечном итоге научилась ходить туда куда надо да ты чё такая грязная там на том дворе такие чистюля ты выкупуешься в песке что ли или в зале где ты нашла залу что ты стала какая-то серая не белая краса красотка или красавчик мне кажется что курочка а вот это вроде петруха такой вон видите сережки стали ну как бы яркие скорее всего это тоже петушок да короче тут петухов много эти вот накормлены забы полные эти такие дрочуны и заразы ах вы такие мелкие кидаются ах вы паразиты на кляши вдвоем идет коза рогатый забодает да вот так вот забодает забодает тому надо клюв почистить да иди сюда красавчик давай почистим клюв а ну вернись сюда хоп так он толстенький но смотрите клюв уже забит стоп 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 подожди подожди стоп 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 вот все как новенький да не все счистил все красавчик а так вроде тяжеленький растет хорошо все в порядке пупырка знаете то есть когда она напивалась вот так от этого тоже никакого толку нету что она пьет 5 литров воды или 7 понимаете ну это так я образно говорю да девчуль когда мы начнем с тобой дружить все мадемуазели три месяца как раз сегодня или вчера было кто помнит 30 или 31 июля были опоросы я не помню нужно посмотреть если помните напишите когда было порос ну точно не 1 августа так что получается что ей три месяца вот сейчас конечно уже она ну вы сейчас скажете так что ты не пересаживаешь такой вероятной опасности в течение этого месяца она может загулять сейчас будут такие вот ближайшие дни и мы все сделаем я их ее отсажу и будет сидеть отдельно так что все у нее будет хорошо не переживайте раньше раньше февраля она гулять не будет и то не факт что я ее буду пускать в кабану в феврале в начале февраля ей будет 6 месяцев хотя ей можно кабанчик натуральный вьетнамец поэтому крупных поросят у нее не будет если в ней будет 45 килограмм то можно будет ее пускать кабанчику этих то мы ждали чтобы они были чуточку постарше потому что все таки не вьетнамец так что вот так ладно друзья все накормлены все напоены и у всех все хорошо чиж чиж до гладь и спокойствие да хлопцы девчата опять подрались видите он пищал этот его кабель нужно завтра я ну как бы я ребенку обещал что я его свожу по грибы нормально и вот мы съездим кто бы что не говорил хозяйство сад и все остальное семья это самое главное поэтому то что у меня здесь по хозяйству много работы но если я поеду за ребенком в лес отдыхать то это первоочередно так что можете что угодно себе придумать мне на этот счет все равно вот так ну и нужно будет убрать кабанчик от того сначала маленького там у меня уже сало заказывали почтой и это я ничего никому не отвечал на это и вы пожалуйста пока не пишите как только буду забивать если вы правда хотите я тосну мясо наверное сильно продавать не наверное а точно не буду там нечего продавать ну может по соседям кому-нибудь там кто попросит а так это а сало конечно нужно будет продать там себе оставить немножко почему немножко потому что один кабанчик второй кабанчик потом тех нужно покастрировать кабанчик кабанчик и это вот в течение 6 месяцев 4 кабана даже если с каждого по по 25 килограмм например 100 килограмм на 6 месяцев столько сала сто процентов не нужно так что вот так ну вот так вот все друзья всем большое спасибо за просмотр тут все хорошо ждем сейчас я просто хожу кормлю чищу кормлю чищу кормлю чищу тут у них нечего вообще делать после того как они погуляли с ними совершенно легко они такие спокойные я пришел покормил почистил мне даже кажется что но наверное это не от того что они погуляли наверное это от того что осень и прохладно они сейчас гадят аккуратненько в один угол ну я имею ввиду что вычищаю у них абсолютно прям быстро быстро десять минут и весь сарай почищен у всех свиней так что быстро покормил напоил почистил и убежал вечером тоже самое пришел даже если утром не почищу вот сейчас то все совсем не так то прям и сложно вот то как бы ходят в угол там спят тут туалет ходит красота так что вот так больше знаете больше сложности с птицей и почему потому что ее много я как вам уже рассказал много вот этих переворотов баночек понимаете то есть один загон сколько загонов птицы раз в клетках сидит там петухи там кролики сидят там сидят другие петухи я же двоих отсадил то есть получается шесть клеток кроликов 2 2 2 загона с петухами это уже восемь в сарае пять загон шесть загонов это 14 тут вот сколько поилок нужно перенуть там куры в общем с птицей намного сложнее чем со свиньями а особенно 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 сложно это ощипывание знаете когда сидишь ощипываешь птицу то кажется что уход за ней это прям цветочки ладно это я уже далеко заехал от свиней да а так все хорошо все друзья пошел я домой всем спокойной ночи всем большое спасибо то что смотрите ну и всем пока пока пока